В 2010 году мировое сообщество потрясла ужасная новость. Течение Гольфстрим, терморегулятор нашей планеты, может остановиться. И вот буквально недавно, в феврале 2021 года, научный журнал Nature Geoscience опубликовал статью о рекордном замедлении Гольфстрима за последние тысячелетия. Авторы материала предполагают, что на скорость теплого течения в Атлантике влияет глобальное потепление. Чтобы понять масштаб грядущей катастрофы, достаточно знать, что временная остановка этого течения 14 тысяч лет назад привела к малому ледниковому периоду. Но что же представляет собой Гольфстрим, и почему его циркуляция настолько важна для климата Земли? Давайте узнаем. Своё название Гольфстрим получила по ошибке и означает «река из залива». Раньше думали, что зарождается это течение в Мексиканском заливе и течёт широкой рекой от берегов Центральной Америки к Западной Европе. А оказалось, не то и не другое. В узком смысле Гольфстримом называют тёплое морское течение вдоль восточного побережья Северной Америки, от Флоридского пролива до Ньюфаулендской банки. Так оно, в частности, отмечается на географических картах. В широком же смысле Гольфстримом часто называют систему тёплых течений в северной части Атлантического океана, от Флориды до скандинавского полуострова Шпицбергена, Барнцево море и Северного ледовитого океана, известную как Атлантическая меридиональная циркуляция. Английская аббревиатура Амос. Температура самого Гольфстрима у поверхности составляет 25-26 градусов Цельсия, а на глубине 400 метров плюс 10, плюс 12 градусов. Необычно также сама история открытия Гольфстрима. Во второй экспедиции Колумба принимал участие некто Хуан Понце де Леон. Он услыхал от местных жителей легенду об острове Бимени, на котором будто бы бьёт источник вечной молодости. На поиски этого чуда природы была направлена целая экспедиция. Испанцы высаживались на каждом встречном клочке суши, купались во всех источниках. Но, увы, никто из них не становился моложе. На обратном пути на юг корабли попали в мощный поток тёплого морского течения. Целая река густо-синего цвета, заметно отличающаяся от окружающей её зеленовато-голубой океанской воды, стремительно неслась с запада между Флоридой и Багамскими островами в открытый океан. Течение было таким сильным, что ночью оно сорвало с якоря и унесло в океан один из кораблей. Штурман экспедиции отметил на своих картах направление движения открытого испанцами течения. Угадал, что оно должно доходить до берегов Западной Европы. И позже предложил пользоваться им при возвращении из Вест-Индии домой. Так была открыта Великая морская река, названная испанцами течением из залива. Собираясь из многих струй, она несёт в себе больше воды, чем все реки Земли вместе. И своим тёплым дыханием согревает Западную Европу, служа ей воистину источником вечной молодости. Систематическое исследование Гольфстрима учёные начали ещё в середине XX века. Долгое время не происходило каких-либо существенных изменений. И впервые существенное уменьшение мощности Гольфстрима было зарегистрировано в 1998 году, после чего учёные начали внимательно изучать. Сейчас они прежде всего пытаются выяснить, процесс ослабления мощности Гольфстрима является кратковременным или долговременным. Собственно говоря, течение Гольфстрим является огромным океаническим контейнером, который транспортирует тепло из экваториальных районов к полярному кругу. Всем известно ещё со школьной скамьи, что течение Гольфстрим согревает целые континенты. Так вот представьте, что произойдёт, когда оно полностью поменяет направление. Этот процесс уже идёт, и это объясняет многие природные катаклизмы. Учёные подтвердили, что знаменитое океанское течение Гольфстрима окончательно изменило своё направление. Теперь оно не достигает Шпицбергена, а поворачивает в сторону Гренландии, при этом ещё и замедляясь. Первым о замедлении Гольфстрима сообщил доктор Джен-Луиджи Зангари, физик-теоретик из Института Фраскати в Италии, в своей журнальной статье 12 июня 2010 года. Статья основывается на спутниковых данных Колорадского Центра аэродинамических исследований, согласованных с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований ВМС США. Автор указал на остановку вращения потоков воды в Мексиканском заливе и разбиение Гольфстрима на части. Гольфстрим был частью термо-холинной системы циркуляции, ключевым элементом тёплого регулирования планеты. Он отделял Англию и Ирландию от того, чтобы стать ледником. После сообщения доктора Зангари канадский парламент создал комиссию для выяснения реального состояния дел с Гольфстримом вблизи берегов государства. Её возглавил известный в США учёный-океанолог Рональд Раббит, Технолог по переработке биомассы мирового океана и улучшению окружающей среды. Специальный краситель, не причиняющий вреда флоре и фауне океана, заливали в контейнеры, взрывающиеся на определённой глубине, и таким образом отследили потоки перемещения масс воды. Гольфстрим, как существующее течение, обнаружен не был. Но, как оказалось, саморегулирующаяся система под названием Земля сработала и в этот раз. Течение переползло на 800 миль, 1481 км восточнее зоны бывшего Гольфстрима. По снимкам со спутника, температура этого течения увеличилась относительно Гольфстрима. Это значит, что увеличилась мощность испарения в тёплой зоне над океаном. Один из авторов исследования, Стефан Рамшторф, предполагает, что если глобальное потепление продолжится, то к концу 21 века скорость Гольфстрима упадёт ещё на 34-45%, что может вызвать полную его остановку. В Институте биофизики клетки РАН предположили, с чем связаны погодные аномалии и изменения климата на нашей планете. Так, за последние 100 лет количество углекислого газа в атмосфере увеличилось на 40%, почти в полтора раза. Этот показатель превысил значимую величину в 400 ppm, так называемых частей на миллион. Доиндустриальное значение составляло примерно 280 ppm. Такое значительное увеличение существенным образом меняет тепловой баланс нашей планеты. Если бы не влияние мирового океана, то повышение температуры на нашей планете уже сегодня составляло бы 10 градусов по сравнению с доиндустриальной эпохой. Те же самые плюс 10 градусов в 2010 году были связаны с тем, что так сформировались воздушные массы, и море уже не могло охладить их. И это очень важно, потому что такие аномальные волны тепла будут повторяться с каждым годом все чаще. Они будут иметь большее значение этих аномалий. И, скажем, лет через 30 мы можем иметь, например, в Москве уже не плюс 40 градусов, как в 2010, а все 50. Ученые под руководством Кристофа Нербасалеса из Университета Берна указали на потепление климата, которое приводит к таянию покровных ледников и к поступлению больших объемов пресной воды в Атлантику, что нарушает баланс солености вод, важный для поддержания скорости течения внутри Амос. Ранее считалось, что потепление климата не всегда несет угрозу живым обитателям планеты, ведь Ордовикско-Силурийское вымирание произошло во время похолодания. Но недавно ученые опровергли это убеждение, обнаружив, что данная катастрофа сопровождалась всплеском вулканической активности и повышенными концентрациями углекислого газа в атмосфере. Теперь известно, что все пять массовых вымираний в истории Земли произошли именно в периоды глобального потепления. Но не будем раньше времени сгущать краски. Нобелевский лауреат Илья Пригожин, эмигрант русского происхождения, изучил поведение сложных неравновесных химических систем и фактически рассматривал, как из хаоса может возникать порядок. Казалось бы, к климату это не имеет никакого отношения, но он получил за это Нобелевскую премию. Он выявил закономерности развития сложных систем. И любая сложная система, а климат это несомненно сложная система, когда она находится в критическом состоянии и переходит в новое состояние, то на границе перехода возникает так называемая точка бифуркации, раздвоения, после чего развитие системы может пойти в двух, взаимно противоположных направлениях. Речь идет о том, что потепление в случае существенного замедления или даже остановки Гольфстрима может вызвать резкое похолодание. То есть система под названием «Земля» сама себя уравновешивает. Гольфстрим продолжает работать. А на недавних холодах в Европе и Техасе, вероятно, сказался так называемый «меридиональный перенос», потому что потепление климата вызвало крупнейшие перестройки воздушных масс. Раньше в Европе и Азии работал атлантический перенос. Это значит, что с Атлантики влажные теплые массы поступают сначала в Европу, поэтому она значительно теплее, потом постепенно в европейскую часть России, а потом постепенно доходят до Сибири. По дороге эти влажные теплые массы и сушаются, и охлаждаются, и климат становится все холоднее. Сейчас же иногда атлантический перенос нарушается. Вместо этого происходит меридиональный перенос. Арктика теплеет, но, несмотря на это, все еще продолжающие оставаться холодными арктические массы поступают по меридиану на юг. И там они сталкиваются с перегретыми массами. За счет этого и возникают природные катаклизмы. Поэтому если кто-то начинает говорить, что началось глобальное похолодание, это далеко от истины. Просто идет глобальная перестройка мощнейших воздушных атмосферных потоков. И связано это, конечно, однозначно с потеплением. Конечно, такой эффект, как существенное охлаждение, в том числе за счет остановки гольфстрима, исключать тоже нельзя. Это требует дополнительных доказательств и серьезного изучения. Но вот материал в британском научном журнале Nature как раз показывает, что такие представления существуют. Пока это только гипотеза. Потому их недостаточно для того, чтобы это стало теорией. Но в принципе эта возможность существует. И исключать ее нельзя. Так что ученым остается только совершенствовать свои математические модели изменения климата на планете. Ведь сегодня, исходя из работы Пригожина и других не менее важных исследований, мы не можем точно сказать, в какую сторону пойдет дальнейшее развитие системы под названием Земля. Всем до встречи!